Всем привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на телерадио-канале Страна FM. Здесь, как всегда, с хитрыми глазками ведущий Майк Войс и ведущий... И, конечно, с губками, с губками. Это Маша, Маша, смотрелся за клип. Всем привет! Да, ну и мы сегодня будем в этой студии не одни, а практически песня была про нашу следующую гостю. Мишка, объявляй! Итак, я объявляю, чемпион Высшей Лиги КВН, ведущая юмористического шоу студия «Союз» на ТНТ, сольный музыкальный проект «Лёля Бэнд». Встречаем Лёлю! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И Елена Кущина, так тоже можно, правильно? Да, я многолик, а у меня очень много имен. Присаживайся, пожалуйста. Да, мы приготовили для тебя вот этот трон. Я в ТНТ, да, буду сегодня? Елена, но мне так понравилась Лёля, можно Лёля? Конечно, конечно. Это на самом деле то имя, которое следует за мной уже очень много лет благодаря КВНу. И меня в КВН, в принципе, знают только как Лёлю. Даже не знать, что, в принципе, у меня имя-то Елена, а не Оля. Ага. Ну, то есть бывают некоторые такие казусные вещи, когда я уже привыкла и на Олю откликаться, и на Лёлю, и на Лену, и еще... И фамилия тоже существует. А вот, кстати, это нормально то, что знают тебя только как Лёлю, а вот именно как Елена, Гущина, вот так тебя не могут быть найти в интернете. Но для артиста это совершенно нормальная ситуация, когда у него есть какой-то сценический псевдоним, который, собственно, заполняет огромную часть его жизни. Вот видишь, меня, Лёля, поддержала. Вот меня тоже знают как Майка Войса, понимаешь? Может быть, я Иван Иванович Петров, понимаешь? Нет, а что тебя? Я тоже из вашего разряда, друзья. Мы собрались люди, которые, видимо, от кого-то что-то скрывают, да? За своими вторыми именами. Да нет, на самом деле так удобно и узнаваемо, вот это вот точно. Я хотел бы сразу сказать, я голосовал как надо, и все налоги заплатил. Ко мне претензий быть не может. Мишка, ну не о тебе сегодняшняя наша программа. Сегодня, Лёль, мы сегодня, конечно же, целый час будем говорить только о тебе. У меня сразу же первый вопрос, потому что у нас есть такая традиция. Мы сразу же у гостей спрашиваем, как вообще научиться относиться к жизни с юмором? Есть у тебя какое-нибудь такое жизненное кредо, лайфхак? С чем можешь поделиться? Какого-то кредо, какого-то рецепта нет. Просто так сложилось, что вся моя жизнь связана с юмором. И по-другому на мир я уже, наверное, смотреть не смогу. И поэтому все житейские ситуации, ну, в большей степени, в меньшей степени, я воспринимаю с чувством юмора. Иногда домашние, конечно, меня за это несколько шпыняют, но ничего не поделаешь. Ну, потому что даже на какие-то, возможно, ситуации, на которые обычный человек серьёзно задумается, начнёт броситься искать какое-то решение, я как-то так очень спокойно к этому, ко всему отношусь и принимаю всё, что происходит вокруг. Ну, наверное, как данность некую. Ну, смотри, у тебя же тоже муж, прости, Мишка, перебью тебя, муж тоже из юмора, правильно? Тоже из сферы КВН, поэтому, мне кажется, это оборотная волна. Да, мы оба чувствуем друг друга и в любом случае как-то совместно реагируем на все эти вещи. Просто кто-то в большей степени смеётся, кто-то в меньшей степени. Лёля, ты говоришь, вся прям жизнь твоя была связана с юмором. Ну, как сказать, вся. Да, и тут-то мы готовились к интервью, что Маш, что я. Вот ты по первому образованию юрист. Да, я по первому образованию юрист. Это был очень серьёзный, неюморной выбор. Причём по первому образованию, ну, незаконченному, я журналист вообще. Я начинала как журналист. Проучилась два года, и потом вдруг резко меня вот дёрнуло в юриспруденцию, и там я доучилась. Ага. А потом вышла всё-таки на режиссуру и окончила... Коллега, коллега Маши. Друзья, здесь я, если я должен сказать, пока девчонки отбивают... Ах, режиссёр собрались. Пять друг к другу. Лёли, у Лёли три высших образования, и только что я выяснил, что есть, оказывается, ещё и четвёртая журналистка, но не оконченная. Оно не оконченное. Но я не сожалею в любом случае о том, что я попробовала эту профессию. Ага. Посмотрела, что это такое, просто я училась в регионе, а региональная журналистика, она, конечно, несколько загнана в рамки, в которых развиваться тяжело. Поэтому я и решила сменить. Не то, что юрист, да, юрист. Такое поле для детей, творчество, ну что, юмор. Мне, конечно, стыдно признаться, но я тот юрист дипломированный, который ни одного дня не проработал по профессии. А ну, кстати, может быть, а в КВНе ни разу тебе твои навыки не пригодились? Может быть, знание законов, знание конституции? На самом деле всё достаточно было как-то законно, лояльно и демократично, что все какие-то познания юридические до сих пор мне, слава богу, не понадобились. То есть, видимо, не было каких-то там вокруг людей, которые готовы там... Мы желаем тебе, чтобы это образование тебе не пригодилось. Никогда. Уходим на музыку, скоро вернёмся, оставайтесь с нами. Да, друзья, оставайтесь. Дорогие друзья, как продолжается чемпионат мира по футболу в нашей стране, так и продолжаются наши вечерние эфиры. Здесь Майк Войс, здесь Маш Новая. Но это совершенно не важно, кто здесь, кто здесь мы, самое главное, кто наш гость. Лёля, команда «Союз». Давайте продолжать наш разговор. У-у-у, студия «Союз». Лёль, а вот, кстати, всем же вообще знакома, любима эта команда КВН. Сколько ей вообще уже лет? Мы с ней ворвались, так скажем, в медийное пространство. Вы порвали вообще весь шоу-бизнес, медийное пространство. Вы сделали собственное шоу на одном из федеральных каналов. Команде, сейчас скажу, в 2011 году она образовалась. У меня нет экономического образования, поэтому давайте вместе посчитаем, сколько ей лет. Сейчас 2018, а 7 лет, правильно. Но мы не зря учились. При этом мы достаточно плотно, да, прошли такую КВНовскую карьеру. И очень быстро переформатировались, собственно говоря, в телепроект, который называется «Студия «Союз». И сейчас его можно каждый четверг посмотреть на ТНТ. Друзья, а ведь немного действительно таких команд, которые пошли по этому пути. Мы знаем путь уральских пельменей, правильно? Да. Мы знаем путь команды «Томска». И вот, знаете, на этом счёт, вот я вспоминаю... Ну, ребята по отдельности, да, ещё? Ну, чтобы прямо отдельное шоу своё. Вот как была команда и стало шоу. Это достаточно сложно, потому что просто так сложились звёзды, стечение обстоятельств. Возможно, наши какие-то характеры. Мы сработались как коллектив. И как-то логично было для нас продолжить вот именно вот этой нашей всей шайкой, продолжить творчество. Потому что мы, вот, видимо, настолько чувствуем, понимаем друг друга, что вливать каких-то других людей достаточно проблематично было бы. Ну, конечно, сработанный коллектив уже. Очень интересующий лично меня вопрос. И, кстати, Маша, она просто ещё об этом не знает. Вот действительно, когда столько творческих людей одновременно в одном коллективе с амбициями, с позициями лидера и прочее-прочее, то есть тяжело ли уживаться? То есть мы-то вдвоём с Машей, Маша меня нет-нет, да и бьёт за эфиром. Все волосы ему повыдергало уже. Посмотри, ни одного не осталось. Я боюсь эту женщину. Ни одного не осталось. Поэтому подальше сижу. И плашечка такая, помогите. Помогите. Меня здесь удерживают. Выпустите меня из студии. Не, на самом деле, наверное, нам очень повезло в том плане, что мы во время КВНа прошли вот этот процесс притирки, и поэтому уже в серьёзный телевизионный процесс мы вошли как коллектив, который готов работать, находить компромиссы и не терять время на какие-то конфликты, решения творческих каких-то там проблем, взвешивания амбиций и всё остальное. А были кто-то, кто не прошёл? Ну давайте откровенно. Куда? Вот этот притирку эту. Были те, кто не прошёл? Кого-то отсеяла жизнь, наверное, или выгнала команда пинком. Я вошла уже в тот коллектив, который до этого как-то там что-то отжелушивалось, да, кто-то выпадал. И я уже попала в коллектив, который, в принципе, сработался. И вот им нужна была девочка, я говорю про команду КВН. Да, я понимаю. И вот, собственно, я как бы там пришла. Но ты заняла там абсолютно свою нишу. Ну так получилось, вот бывают звёзды сходятся, когда находишь тех людей, с которыми комфортно работать на сцене. Это редкость большая и удача. Поэтому, собственно, наверное, всё так и сложилось. Слушай, ну здорово сложилось. А у меня вот такой коротенький вопрос. Вы опирались, вот когда создавали своё шоу на телеканале? Или же это такая самобытная история? Или брали с кого-то пример? Нет, это не франшиза, это не передёрнутый какой-то западный проект. Да, да, да. Вы сами собрались и придумали, да? В этом и кайф, что это продукт, который вот придуман, сделан, собственно, из мыслей, из каких-то вот творческих поисков. Ну это просто что ж... И не имеет аналогов. Что ж тут долго говорить? Это просто самое уникальное шоу в России. Вот и всё. Да, друзья. Смотрите и слушайте, кстати, другое одно из уникальных шоу на телерадиоканале «Страна ФМ». Каждый вечер по будням, потому что у нас такие замечательные гости. Сегодня у нас в гостях Лёля. Никуда не уходите совсем скоро. Мы продолжим. А сейчас небольшая музыкальная пауза. Меня удерживают, друзья. Освободите меня. Освободите. Все, минимально. Все, поехали. Отличная новость для всех наших зрителей и слушателей на телерадиоканале «Страна ФМ» проходит конкурс, который называется «Большой футбол». И участником нашего конкурса может стать абсолютно каждый. Друзья мои, мы раздаем призы. Призы фантастические, потрясающие. Можно выиграть, кстати. Подожди, подожди, подожди. Нечисти, я уже все не понял. Подожди. Вообще любой. Я правильно понимаю, что вообще любой человек. Вообще любой ты можешь участвовать. Я могу участвовать. Лёля может участвовать. Кстати, она сегодня в нашей студии. Делать. Да, надо только зайти на наш сайт «Страна.ФМ». Там есть очень простая форма. И оставить свои прогнозы. Если ты интересуешься чемпионатом мира по футболу, если ты болеешь за нашу сборную команду, если ты вот как Миша. А может не за нашу, может быть за другую. Не надо никого сегрегировать. Прогноз, кстати, я тоже утащу. Прогноз не погоды. Не прогноз курса доллара на завтра. Именно футбольный прогноз, дорогие друзья, на следующий день. На следующие матчи, которые у нас должны состояться. Когда? Завтра. Прекрасно, да. И всем, кто первым угадает до начала игры, мы подарим памятную серебряную медаль с изображением футболиста. Вот так, друзья, сейчас, прямо сейчас, кто смотрит, могут увидеть её на нашем экране. Мне кажется, что за такой приз, подарок, можно действительно побороться, потому что она останется с вами на всю жизнь. Как напоминание о чемпионате мира. А второе, тем более, что пока мы эту медаль за сегодняшнюю, за сегодняшние игры, за вчерашние, простите, игры, не разыграли. Почему? То есть они все в призовом футбол. А почему? А, потому что никто не угадал, правильно? Друзья, но есть у вас еще возможность, чемпионат мира только начался, поэтому каждый матч мы ждем ваших прогнозов. Давай тогда подведем итоги за те матчи, которые у нас уже прошли. Сильбе обыграло Коста-Рику со счетом 1-0. Мексика выиграла о Германии. Кстати, Миш, с каким счетом? 1-0. Молодец. А знаешь, почему я комментировал этот матч? Спасибо. Дай пятюню. Ты вообще красавчик, да. Бразилия сыграла в ничью с командой Швейцарии. Что тебя больше всего удивило? Что именно? Из этих трех матчей? Выворачивайся как можешь, потому что ты как бы не знаешь, как они сыграли на самом деле. Ты только что это увидела. А я, кстати, недавно смотрела матчи, я тебе рассказывала. Так. С Исландии кто играл? Аргентина. Месси не забил. Вот этот матч я смотрела. Вот это тебя удивило. Друзья, меня очень удивила на самом деле Мексика. Мексика показала вчера просто потрясающий футбол. Это какой-то, на мой субъективный взгляд, это был самый лучший футбол на этом чемпионате мира. Играли просто без середины поля, от ворот до ворот. И немцы сенсационно упустили победу, даже ничью упустили. Но при этом их тренер сказал, Лев сказал, да никаких проблем, мы все равно выйдем из группы. Ну просто надо чуть-чуть подсобраться, две оставшиеся игры выиграть. Поэтому предсказывайте и эти результаты тоже. Да, друзья, и завтра в 8.20 по московскому времени у нас с вами состоится очередное подведение итогов. И возможно, кто-то из вас станет чемпионом-претендентом на путевку в Грецию на двоих. Я просто так хочу сама эту путевку, что у меня уже не запретает. Маша, я выйду из эфира и позвоню. Хух, я перегрелась. Друзья мои, да, обязательно заходите на наш сайт, оставляйте свои прогнозы. Давайте завершим нашу рубрику. Поехали. Гимнам. Оле, 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 оле. Играйте в большой футбол на стране ФМ. Ура! Все, я получил. И вечерний эфир. Вновь врываются ваши ушки, ваши глазки, друзья. И здесь, как всегда, мы Майк Муэйс. Маши головы. Маша Новая. И сегодня у нас потрясающая Лёля. И не только участие команды КВН. Все приветствуют, кто присоединился. Там же есть такие? Да, да, да. Кто только подключается и немножко не понимает, что происходит. Кто пощелкивает каналы? Вот они мы. Так вот, давай я еще раз себе представлю. Сегодня у нас участие команды КВН, студия «Союз». Плюс участница шоу с одноименным названием тоже студия «Союз». Я сейчас в этом выходе предлагаю именно об этой твоей роли поговорить. Совсем недавно родился проект, который называется «Лёля Бэнд». Это мой сольный проект, основанный на авторских песнях. Ты пишешь? Да, пишу музыку, слова. Тебе никто не помогает? Мне помогают замечательные музыканты в аранжировке и, собственно, в саунд-продюсинге. И вот появляются треки. Это постоянный коллектив, сложившийся. То есть это просто у многих артистов есть такое правило, что меняются... Ну, на самом деле, да, такое явление, как сессионные музыканты, оно существует. Я вспомнил это слово, сессионный музыкант. Да, в любом случае, когда нужна какая-то замена, эта схема, без нее невозможно артисту, наверное. Но есть один постоянный участник, он перед вами. О, отлично. И сегодня... Именно поэтому «Лёля Бэнд» так скромно коллектив и называется. Да, да, да. Нет, самое главное, что и сегодня этот постоянный участник пришел к нам не с пустыми руками, правильно, а принес творческий подарок. Вы что-то принесли, Лёля. Творческих подарков, да. Я принесла горячий пирожок, этот клип, который готовился в течение нескольких месяцев. Его снимали в разных локациях. В нем приняла участие в главной роли замечательная девочка-танцовщица. Она участвовала в танцах на ТНТ, в очень крупных танцевальных проектах. Ева Уварова, она играет такую заглавную роль этого клипа. Ну и, собственно говоря, огромная команда трудилась над ним. И вот получилось в итоге такое вот красочное, сочное кино. Что мы все пересказываем клип? Подожди, называется композиция «Токи», правильно? Но это не просто токи, которые разряды, правильно? Это не заказ электростанции, это... О каких в токах идет речь? Об импульсах, которые двигают нас в творчестве, в любви, в жизни, в созидании, ну во всем. В общем, без импульса человеку очень тяжело на что-то решиться. И этот импульс живет именно в нас. Не надо ждать его извне, он в нас. Просто открыть его в себе, почувствовать нужно. Сколько можно пересказать видео? Давайте посмотрим уже, ну. Да, и послушаем композицию прямо сейчас, друзья мои. Делайте погромче. 5, 6, 7, 8, закончили. Спасибо, девочки. Ева, танец – это жизнь, чтобы ток, чтобы искры пошли. А в тебе этого нет. Ева, танец – это жизнь, чтобы ток, чтобы искры пошли. А в тебе этого нет. Как вода до неба дотянуться бы. И как тогда тонуть без повода? Да, сто тысяч, нет, сто тысяч, нет, сто тысяч, да. Сто тысяч есть причин. Почему в голове твоей засел мотинь. И он не уловим, он не излечим, он не утомим, он такой один. Папа, папа, папа пальцем, пересчитай наши дни и ночи. Папа, папа, папа пальцем, токи бегут, бегут токи. Папа, папа, папа пальцем, это любовь без лишних заморочек. Папа, папа, папа пальцем, ты, ты попался короче. Сквозь пальцы ты на солнце смотришь, ты привык. И все, что до меня написано, черновик. Отпечатки рук твоих везде. На коже, в сердце, в моей голове. И все наши встречи, они как насечки. На моих предплечьях их путь намечен. Они навечно, а ты так беспечен. Папа, папа, папа пальцем, пересчитай наши дни и ночи. Папа, папа, папа пальцем, токи бегут, бегут токи. Папа, папа пальцем, это любовь без лишних заморочек. Папа, папа, папа пальцем, ты, ты попался короче. А-а-а-а, а-а-а, 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 а-а-а-а. И все наши встречи, они как насечки. На моих предплечьях, а ты так беспечен Папа, папа, папа пальцем, пересчитай наши дни и ночи Папа, папа, папа пальцем, токи бегут, бегут, токи Папа, папа, папа пальцем, это любовь без лишних заморочек Папа, 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 за ты Папа, папа, папа пальцем, пересчитай наши дни и ночи Папа, папа, папа пальцем, токи бегут, токи Папа, папа, папа пальцем, это любовь без лишних заморочек Папа, 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 за ты Друзья мои, Елена Николаевна Гущина Именно так и начинается статья в Википедии На самом деле, Лёля, Лёля, мы так и договорились, Лёля сегодня в гостях у нас в нашем вечернем шоу Маши и Миши Да, команда КВН-студия «Союз» Да, сказала Маша Ну только что мы презентовали Лёлину композицию, которая называется «Сатоки» Лёля, вот честно, я её слушала и дома, когда готовилась к эфиру, и сейчас И мне кажется, что такой ритм, его можно подхватывать, и самое главное, слова запоминаются Это круто, на это делалась ставка, чтобы каждый проходящий пел Да, в любом случае, при написании песни, ты подспудно хочешь написать, ну, что-то такое хитовое, чтобы запоминалось, чтобы люди могли это как-то воспроизвести Ну и вот, возможно, частично задача выполнена Вот, я уже буду напевать Спасибо тебе огромное, на самом деле, очень классная песня Я думаю, что она разойдётся Ты её уже где опубликовала? Где можно будет, вот для тех, кто пропустил? Ну, все социальные сети, Ютуб, ВКонтакте И ждём пока ответов от каналов, потому что это такая достаточно А как, уже есть просмотры? Может быть, есть уже первые комментарии? Мне понравилось при этом Что пишут люди? Что есть? Какая-то обратная связь? Когда сказала Лёля, мы ничего не будем скрывать от наших зрителей и слушателей Когда Лёля сказала, и ждём на канал, и так покосилась на продюсера, который за кадром Ждём, 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 всё верно Алё, сейчас позвоним Да-да-да, ну что, вот обратная связь, какая прилетает? Ну, пока прилетают только позитивные какие-то отзывы, это очень радует И всем нравится история, которая в клипе раскрыта Это о тебе история, скажи, чуть-чуть Ну, я думаю, что эта история, наверное, в жизни каждого человека найдёт какой-то отклик Такие ситуации у каждого из нас случаются И вот кому-то не хватает какого-то такого пинка волшебного, так скажем, такого толчка И вот, собственно, об этом Песенка-мотиватор получилась, на самом деле Ну, надеюсь, надеюсь Посмотришь, послушаешь и пойдёшь в бой заниматься любимым делом Лёля, а будет ли эта песня мотиватором для тебя, чтобы снимать ещё, ещё и ещё? Да И чтобы это всего лишь было начало? Это, знаете, это как начинаешь делать татуировку, и потом хочется делать ещё На самом деле снимать А потом бах, и ты, Тимоти, готов, бах, смотришь И дофига клипов, и татуировок тоже Да, да Не, ну на самом деле это очень интересная штука Погружаться в этот процесс Причём я была и сценаристом В соучастии с моим братом, у которого свой продакшен Который, собственно, трудился над созданием, да Всей художественной вот этой истории А режиссёром, прости, с режиссёрским образованием Режиссёром тоже был он А, он был, ты ему доверилась полностью Он занимается, да Я вам объясню, я говорю, всё, почему такое уточнение? У вас просто вы собрались здесь все режиссёры И у всех родственники продакшен имеют свой Один я здесь сижу, тихонечко молчу Ну-ну, поговорите, поговорите Ну ничего, всё впереди, можно создать свой какой-нибудь продакшен Я Машина пользуюсь просто продакшен Он меня вполне устраивает А после Маши отворачивается, я пользуюсь ей продакшеном А вот, кстати, по поводу впереди Прямо сейчас у нас небольшой конкурс для тебя Потому что мы с каждым гостем Да, сейчас у нас идёт чемпионат мира по футболу Правильно? Вот Мишка тоже что-то подготовил Правильно, правильно, правильно Если это связано с какой-то футбольной терминологией Нет, футбольной кричалкой Спасибо, Лёля, ну что же мы будем издеваться-то А, всё, тогда хорошо Нет, мы должны сочинить Вот с этим это и связано Да С кем как не с тобой Ты же отлично поёшь Завтра со сборной Египта Надо сделать кричалку У нас 30 секунд Погнали, строчка Есть какие-то опорные слова? Да Строчка наша, строчка твоя Поехали, попробуем Россия вперёд Первая строчка гласит вот так на этом листе Египту не прёт Египту не прёт Египту не прёт Только не обижайтесь, пожалуйста, болельщики этой страны Ну просто Нам ещё ехать к вам отдыхать Играй веселее Всё про Египет, да? Нет, не обязательно Вообще, в принципе, про футбол Играй веселее, забивай точнее Забивай точнее Хорошо Так, дальше Галы, а дальше Галы забивай Галы забивай дальше Галы забивай Рот не разевай Рот не разевай, нормально Это, кстати, очень актуально для сборной России Это какое-то родное творчество У меня в голове тут что-то стрельнуло Это хорошо А если будет ничья, Лёля? А если будет ничья? А если будет ничья? Рада будет и твоя страна И моя А, отлично А у нас будет какой-нибудь бит, интересно? Под этот Под этот хит, да Мы прервемся, как раз И будет битв И будет битв, под которой мы это все будем качать Так, подождите, а если будет ничья? Рада будет и твоя И твоя страна И моя Ну, такое же А, все, страна и моя Некий компромисс Отлично И моя Так, Станислав Черчесов Тренер наш Тренер наш И это финальная будет строчка в нашей кричалке Когда какие-то затрагиваются личности Это, конечно, тяжело Надо как-то так Что-нибудь обобщающе Тренер наш Наш Ага Привез нам футбольный багаж Восьмем на абордаж На абордаж Кого-нибудь Нет, привезет нам медали и багаж Ну, примерно так О, да Отлично Принесет или привезет? И в кубки, что там? Привезет Что там? Клипы? Клипы Привезет нам кубок Нет, в багаж как-то странно Медали Медали, нормально Медали хорошо Мы же не сильно разбираемся Все, друзья Мы прямо сейчас удаляемся на небольшую репетицию Да, будет она у нас музыкальная А сразу же после музыкальной паузы вернемся И здесь будет просто очень жарко Оставайтесь с нами Ах, друзья Сейчас у вас после нашей кричалки будет разорвано не только сердце Но и уши Но и уши И глаза Ну, мы надеемся, мы все-таки во благо все это сейчас Мы репетировали Нет, подождите, на стадионе Мне кажется, люди, болельщики вообще не жалеют ни сил На каких-то вопрос Они отдали на телеканал Я хожу, мне не кажется Я это знаю Поэтому давайте, как на стадионе Чтобы вот наши зрители Чтобы нас уволили Разорвать последние голосовые связки Да, прочувствовали сейчас Мы сочинили Вот до, собственно, отхода на музыкальный период Мы сочинили небольшую кричалку Палачихнули, господи Небольшую кричалку Прямо сейчас мы готовы ее Давайте попробуем Вместе с Лелей, да? Да, давайте, я вам помогу Вы просто направьте Нет, нет, это мы поможем Леля, здесь ты у нас главная солистка Давай бит Начинай, а мы, да, поможем Поехали Бит Бит Играй веселее Забивай Точнее Голы Забивай И рот не развивай А если будет ничья Рада будет Твоя страна и моя Такие рэперы немножко А, да И твоя страна и моя И моя И моя И моя И твоя страна и моя Станислав Черчесов Тренер наш Привезет медали в багаж Станислав Черчесов Тренер наш Привезет медали в багаж Привезет медали в багаж Мы записали какой-то Прямо трек Мне понравилось Обязательно разойдется Вот сейчас Вирус разойдется Потом придется клип снимать Прямо сейчас на ногах Уйдет куда-то А, кстати, Леля Хорошая затравочка Действительно А на футбольную тематику Не было идеи что-нибудь снять Сейчас же это так актуально На самом деле не успела Потому что Буквально через какое-то время Выйдет еще один трек И еще один трек Посвященный лету Поэтому вот все силы Были брошены на летнюю тему Пыталась прочувствовать Что такое лето И музыкально это все передать Поэтому вот скоро Будут тоже новиночки Такие музыкальные Ну а сама вообще Следишь за чемпионатом мира Может быть ребята В вашем коллективе Сидят за матчами Да, да У меня абсолютно Футбольная такая Команда коллег Которые следят за каждым матчем И даже параллельно с работой У них вот экранчики И они без звука там Прям вот следуют Всего что происходит Оказывается так делают все мужчины Вот это в смысле человек Благодаря этому я вообще Более-менее начинаю понимать Специфику этой игры Потому что так для меня Это просто Мужички собрались Гоняют мяч Мужички собрались Слышал Бет Но сейчас я понимаю Что мужичок Мужичку рознь В каждой команде И есть там звезды Совсем мужички И совсем не мужички Дорогие друзья Да, друзья Ну конечно же Я предлагаю прямо сейчас С чемпионата мира Перенестись обратно К нашей постоянной рубрике Называется она Блиц Апро Собственно что предполагает Блиц Апроц Быстро Все просто Не задумывайся Отвечать на наши вопросы Как Владимир Владимирович С Прустом То же самое и я Со своим другом Выдуманным Итак Быстро не думаем Отвечаем Хорошо, постараюсь не думать Леля Для меня самое важное в жизни Настроение Идти по жизни с юмором Это Это идти с высоко поднятой головой Если бы сейчас был Тысяча восемнадцатый год Что бы ты делала Стирала портки А если Три тысячи восемнадцатый? Я бы сейчас На луноходе Где-нибудь путешествовала Где-нибудь на луне Мне кажется Во вселенной Класс Дотрагивалась до звезд Когда я буду Такой же креативный Умный Красивый Но уже несколько старый Я скажу своим Прапраправнукам Я скажу своим Прапраправнукам Чтобы они обязательно Включили Канал Страна.ФМ Возможно Там до сих пор Крутят мой клип Патока 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 Спасибо Если бы не юмор Я бы сейчас Я бы сейчас Была юристом Кстати Если бы одной шуткой Можно было спасти Жизнь человеку Мне Мне Леля Что бы это была за шутка Миш Волосы когда-нибудь Обязательно отрастут Отлично Так Друзья Это была Леля Мне очень понравилось Спасибо вам большое За это Спасибо за спасение жизни Спасибо за клип Надеюсь тебе это поможет За настроение Леля Отличное настроение Надеюсь и вас Наши зрители И слушатели Мы этим зарядили Творческих успехов